Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, вселюбящие Слово Божие. Мы продолжаем с вами исследование первого послания апостола Павла Коринфиным на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим девятую главу. Не апостол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе. Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власть есть и пить, или не имеем власть иметь спутницы и сестру-жену, как и прочие апостолы и братья Господни Икифа. Или один я и Варнава не имеем власти не работать. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто насадил виноградник и не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест молока от стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же говорит и закон. Ибо в Моисеевом законе написано, не заграждая рта у вала молотящего. О валах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится. Так, для нас это написано. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждою. И кто молотит, должен молотить с надеждою, получить ожидаемое. Апостол Павел продолжает дальше говорить здесь, затрагивая снова вопрос и о пище. Но самое главное, с чего он начинает утверждение своего повествования о том, что было и сказано раньше, он спрашивает у Каринфян, не апостол ли я? Почему он задает такой вопрос? И сам на него, в общем-то, дает и ответ. Потому как апостол Павел не был апостолом из двенадцати, то есть лично избранным Господом и Спасителем Иисусом Христом при его жизни здесь на земле до его светлого воскресения. Но, тем не менее, апостол говорит о том, что он избран самим Христом, но уже после его воскресения. И мы знаем эту историю, которая записана в книге Деяния апостолов, в девятой главе, где было явление Савлу, тому самому пышущему злобую на церковь христианскую, шедшему в Дамаск для того, чтобы предавать христиан казни. И вот он говорит, что, может быть, если для других, для кого я не апостол, то для вас точно апостол. Почему он говорит это? Потому как коринфская община — это его детище. То есть создано им, он о них и говорит, что полтора года, день и ночь, говорит он, коринфская церковь в другом месте, обращаясь, я наставлял вас. И далее видим, что он переходит к теме, к теме такой, что о своей власти. Говорит, не имеем ли мы власти есть и пить, не имеем ли иметь сестру-жену. Вот здесь нужно посмотреть о том, что имеется в виду, то, что апостол Павел здесь говорит, не имеем ли мы права иметь сестру-жену, потому что некоторыми толковатиями, такими самочинными толковатиями, здесь понимаются эти слова превратно, что якобы апостол чуть ли вот Николаита, например, секта Николаитов, которая была в Ефесе, они говорили, ссылаясь на эти слова апостола Павла, что якобы блуд — это совершенно нормально иметь спутницей какую-нибудь блудницу, но речь совсем идет о другом, и на это обращает внимание блаженный Августин. Вот что он пишет. «Служение сестры-жены», цитата. «Определившись в отношении себя, Павел показывает, что ему приличествует то же, что и другим апостолам, то есть чтобы он не трудился своими руками, а жил от Евангелия, как то установил Господь». Ниже он это ясно продемонстрировал, ну, как мы с вами прочитали, что какой воин действительно служит на своем содержании, или человек, который работает и пашет, насаждает землю по виноградникам, как он говорит здесь, или пасет стадо и не ест молока от этого стада. Поэтому так он дальше и говорит, и в других местах послания о том, что проповедующий Евангелие питается от благовестия. И вот здесь утверждает эту мысль и Блаженный Августин. Ниже он ясно продемонстрировал, с этой целью вместе с апостолами ходили верующие женщины, обладающие материальными средствами, и из этих средств прислуживали им, чтобы они не испытывали никаких недостатков из того, что необходимо для жизни. Некоторые люди, не понимая слов или не имея власти месть путницы и стружину, толковали их в значении жены. Но их обманула недостаточность греческого слова. Вот Блаженный Августин здесь на это указывает, который обозначает и женщину, и жену. Кроме того, апостол расположил слова так, чтобы такого обмана не возникло. Он говорит не просто жену, но сестру жену. И не говорит взять в жены, но иметь спутницу. Конец цитаты. То есть Блаженный Августин здесь ярко указывает и четко об этом говорит о том, что это были так называемые женщины, которые сопровождали апостолов и заботились о них, о их ежедневном пропитании. Как говорит апостол, что некоторые из них были богаты. То есть, возможно, они готовили им еду, стирали одежду, то есть выполняли самые обычные женские обязанности. Делали это из-за любви к апостолам, из-за любви к проповеди Божией, из-за любви ко Христу, в первую очередь, конечно же. И некоторые, как говорят из них, были не бедными, также помогали, если была какая нужна в пропитании и апостолам. Климент Александрийский, свидетель в Страгматах, тоже пишет по этому поводу. Следующая цитата. «Такие люди, пребывая, как подобают в служении и непоколебимо в проповеди, общались с женами не как с супругами, но как с сестрами, которые будут им сослужительницами, в отличие от жен, сидящих дома. И благодаря таким женам учение Господа бесспорно проникало и на женскую половину». Конец цитаты. Также еще есть одна краткая цитата блаженного Агустина. Он пишет жизнь от Евангелия. «Господь повелевал проповедующим Евангелие жить от Евангелия, то есть за счет верующих получать необходимую пищу и одежду». Итак, святитель Анзлатоуст тоже пишет, какой воин служит когда-либо на свое содержание. Следующая цитата. «Таково и апостольство, и даже гораздо труднее этого. И у апостола была брань не только с людьми, но и с бесовским ополчением, и с их предводителем. Ведь апостолы были и воинами, и земледейцами, и пастырями, и имели дело не с землей, не с бессловесными животными, не с чувственными врагами, но с разумными душами и бесовским ополчением». Конец цитаты. Действительно, апостол, проповедующий Слово Божие, можно сказать, миссионер, он выходит на переднюю брань, на переднюю границу. То есть, неся благовестие и весть о покаянии, о перемене мировоззрения, возвращении Господу, конечно, находится каждый человек, какой человек проповедующий, на линии фронта, скажем так, где идет борьба за души. И дьяволу очень не нравится, когда из его лап, из его челюстей вырывают человека и приводят ко Христу. Поэтому брань, здесь она есть, о чем пишет свидетель Иоанн Златоуст, и она невидимая. И, конечно, на апостолов и на людей, занимающихся миссионерством, духовным просвещением, есть бесовские нападения этого, кто в таком служении подвизается, об этом знают. Поэтому здесь очень важно молиться самому, и очень важно, чтобы за этих людей молились и другие люди, братья и священнослужители. Итак, апостол здесь продолжает и говорит далее, или, конечно, для вас говорится, так 10 стих, «Для нас это написано, ибо кто паше должен пахать с надеждой, и кто молотит, должен молотить с надеждой». Он здесь уже приводит слова из закона Моисеева, и в 11 стихе пишет следующее, «Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, что если пожнем у вас телесное?» И святитель Леонид Златоуст также дает истолкование этого текста, цитата, «Дабы доставляющие что-либо учителям не превозносились, апостол показывает, что они больше получают, чем дают». Конец цитаты. Тоже очень важное замечание, когда люди, которые действительно приносят какие-то пожертвования, особенно на проповедь Слова Божия, особенно каким-то образовательным школам, что вот сегодня очень важно. Как не буду называть имя у одного очень известного человека, профессора, спросили, что вам еще позолотить, может быть, купола, может быть, иконостасы, может быть, какими-то бриллиантами что-то еще обложить. И тогда этот очень мудрый и умный профессор сказал, «Хватит уже золотить и бриллиантами все осыпать, дайте что-нибудь на образование». Я не буду говорить, кто это сказал, может быть, пока, но благодаря этим словам сейчас вы смотрите, вот, и являетесь слушателями exeget.ru. Этот человек услышал эти слова от этого человека, и была такая идея, которая воплотилась для того, чтобы создать действительно такой библейский портал, где бы священное писание, проповедь Божия, она бы разрасталась по всему миру, в таком-то видеоформате, который достаточно удобен, как думается мне, для восприятия людей, захотящих и приобщающихся к слову Божию. Поэтому так и пишет, «Дабы доставляющие что-нибудь у челям не превозносились, апостол показывает, что они больше получают, чем дают». Далее есть интереснейшее также устолкование у блаженного Августина, он пишет по этому поводу, цитата, «Этими словами апостол Павел подчеркивает, что его товарищи апостолы вовсе не позволяли себе сверхдолжного тем, что не занимались ручной работой для обеспечения жизненных потребностей, но, как Господь указал, жили от Евангелия, получая бесплатно хлеб от тех, кому бесплатно же проповедовали благодать». Конец цитаты. Также это подчеркивает и блаженный Августин. Но далее, как мы увидим, апостол Павел все-таки переходит к другой теме и говорит об этом же, но с другой стороны. «Если другие имеют у вас власть, в 12 стихе, есть эпитни и пачли мы, однако мы не пользовались сею властью во все, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовестию Христову». Вот какую тему начинает апостол Павел. Это очень важно, это очень важно, потому как апостол снова говорит, дабы не подать кому соблазн о том, что кто-нибудь может скажет, ну что они ничего своими руками не делают, а только благовествуют, только говорят, проповедуют, да, и проводят какие-то семинары, а надо к чем-то и трудиться. И вот апостол, чтобы трудились, апостол прибегает снова к этой мысли, с чего он начинает, еще даже в 8 главе, и с чего начинает особенно 9 главу. Он говорит, что мы можем пользоваться всем, и какой человек не ест от стада и прочие мысли, которые были выше. Но, тем не менее, опять он прибегает к этой теме, дабы не подать кому соблазн, мы даже хотим трудиться своими руками, чтобы вы не сказали, что мы дармоеды, да, потому что есть такие люди, которые думают о том, что если человек, например, физическим трудом не упахивается, значит, он, в общем-то, ничего не делает. А есть такие люди, которые думают, что платить вот обязательно, если они пригласили кого-то себе в храм, и что-то он там сделал, да, строители, рабочие, которые кладут кирпич и прочие делают строительные работы, что им заплатить надо. А вот того, которого они пригласили на семинар библейский, и он 2 или 3 часа это делал, они думают, что, ну, тут, спаси Господи, будет достаточно. Конечно, спаси Господи, это очень важно. Да, но, тем не менее, нужно помнить о том, что эти люди тоже трудятся, что в образовательном процессе люди тоже готовятся, и этому отдается много времени для того, чтобы подготовить одну беседу. Для этого нужен не час и не один, и два, и три, а то и более, чтобы она действительно была красивая, чтобы она была точная, и чтобы она была назидательная. Но, тем не менее, апостол возвращается к этой теме и говорит, разве не знаете, что священно действующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника, так и Господь повелевает проповедующим Евангелие жить от благовествования. Но я не пользовался ничем, видите, как он говорит, вот он во всем боится подать соблазн, лишь бы не было преткновения. Но я не пользовался ничем таковым, и написал это не для того, чтобы так было для меня. Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Видите, здесь апостол Павел предупреждает о том, что тот, кто действительно благовествует Евангелие, как он скажет, как он здесь и говорит, что проповедующие Евангелие живут от благовестия. А далее в другом месте он скажет, будем довольны тем, что есть, то есть не будем искать что-то сверх того. Имеется в виду, что если мы что-то получаем, главное, чтобы не сделать проповедь Евангелия, ну, скажем так, таким бизнесом. И вот это очень опасно, когда люди, проповедуя Слово Божие, делают из этого какую-то форму заработка. Как же здесь все это совместить? Апостол говорит о том, что должен жить тот, кто действительно проповедует Евангелие, должен жить от благовестия, и в то же время нельзя это превращать в бизнес, как это все сбалансировать. А здесь очень просто. Что должно быть у человека на первом месте? Если у человека на первом месте благовестие, а потом уже, да, получил какое-то он за это пожертвование, спасибо, Господи. А если человек действительно идет и уже подсчитывает, ставит какие-то таксы ради чего-то и ищет именно на первом месте у него деньги, а потом уже Слово Божие, ну, о таком человеке сказано по-другому. Сказано, что он будет делать дело Божие с небрежением, то есть он поменял прерогативы, что у него на первом месте. Это не так просто, да, но к этому всегда человеку нужно стремиться и искать эту иерархию ценностей внутри себя. На первом месте Бог, на втором месте семья, а потом уже все остальное, карьеры и прочее, прочее. Итак, далее апостол продолжает, ибо если я благовестую, то нечем мне хвалиться, ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только вверенное мне служение. То есть, здесь апостол говорит о том, что это его обязанность и что это не что иное, как его служение. За что же мне говорит награда? За то, что проповедую Евангелие, благовествую о Христе, безместно, не пользуясь моей властью в благовествовании. Действительно, говорит, за что мне и награда, ибо будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Видим, что на первом месте у апостола всегда он говорит, что это должно быть, человек он состоит тоже из плоти и крови, как говорят, и на метро нас никто бесплатно не возит, поэтому, чтобы проехать из одного, скажем, храма в другой, для дела благовестия, для этого тоже нужны какие-то средства, даже чтобы пройти пешком, если кто-то скажет, ну, для этого надо и поесть, и обувь все-таки иметь прочную. Итак, далее, текст, который нам известен, и который расставляет все точки над «и», апостол здесь говорит с 20 стиха по 27 следующее. «Для иудеев я был, как иудей, чтобы приобрести иудеев, для подзаконных был, как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных, для чуждых закона, как чуждые закона, не будучи чуждых закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона, для немощных был, как немощный, чтобы приобрести немощный, для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Заметьте, апостол говорит для беззаконных, как беззаконных, для иудеев, как иудеев. Зачем? Не ради лицемерия и не ради угождения этим людям. Он говорит, сам не был чужд закона. Но зачем? Какова была цель? Чтобы спасти, по крайней мере, хотя бы некоторых. Сие же делают для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Не для получения венца тленного, а мы не тленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить в воздух. Ибо умеряю и порабощаю тело мое, дабы проповеду другим самому не остаться недостойным. Мы видим, что здесь апостол Павел приводит такой пример, который был тогда распространен и был достаточно нагляден для коринфского такого сознания, где проводились эти Олимпийские игры. И люди были все увлечены. Это было целое языческое действие, где было и поклонение богам языческим. Сами эти Олимпийские игры берут свое начало именно из языческого мировоззрения, поклонения богам. И, в общем-то, главный там бог — это бог соперничества, то есть дух соперничества. Преобладание, возвышение одного человека или группы людей, если это командные какие-то там игры над другими. Здесь всегда есть очень серьезная опасность, когда человек в этом духе соперничества приходит к такому неистовству. Мы знаем множество этих историй, которые есть и в футбольном матче, где убивали и арбитра. И вот там, помню, не раз читал о том, что их голову там оторвали, и на вот этот, откуда там угловой бьют, повесили на этот шток. Поэтому эти игры, они там были. Но здесь апостол Павел не говорит о них так в негативном таком отношении. Он просто приводит пример. Он говорит, смотрите, эти люди, они хотят получить славу нетленного венца. То есть все они делают это тленного венца. Все они делают это ради славы и тщеславия своей, потеши свою гордыню. Вот я первый и лучший. Если они это делают и столько полагают на это время, там тренировки, особая диета у спортсменов, там особые продукты питания, смотря каким видом спорта они занимаются. То есть это целый культ, в общем-то, для того, чтобы достичь какого-то результата. Но апостол говорит, вы видите это все? Кольми пачи вы, кольми пачи и больше ваше служение, ваше служение проповеди Евангелия людям, для того, чтобы достичь венца, не как эти люди тщеславного, а для того, чтобы достичь венца нетленного. И поэтому здесь он привел эти выше слова. «Для всех я сделался всем. Для иудеев, как иудеи. Для беззаконных, как беззаконный. Сам не чужд закона. Для еленов стал, как елен, для язычников, как язычник. Но с одной главной целью. Не угождение человеком в их похотях и в их потворство, их различным греховным увлечениям. Не для этого, а для чего. Дабы спасти хотя бы некоторых. Поэтому главная цель, с кем бы мы ни общались, с какими бы людьми. Будь то язычники, будь то спортсмены, будь то люди другого вероисповедания, или люди, занимающиеся каким-либо искусством, или еще каким-либо делом и ремеслом, будем всегда помнить, что цель такого общения должна быть одна. Не потворствовать и не говорить этим людям, что ну, я точно такой же, как и вы. А цель здесь одна, которую ставит апостол Павел, в который нас он и дает назидание по этому вопросу. Спасти хотя бы некоторых. Продолжение следует...